Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Я приглашаю вас на прогулку по Риму. Сегодня я покажу вам интересные места, о которых мало кто знает. Я покажу вам подземный Рим рядом с главными достопримечательностями. И начнем сегодняшнюю нашу прогулку от великолепного фонтана Трелли. Все гости города, кто приезжает в Рим, знают о фонтане Трелли. Каждый хочет здесь сфотографироваться, бросить маневку. Я же на экскурсиях, о фонтане люблю рассказывать в тишине. Вы не поверите, но есть такое место вдали от шумной толпы, где мы с высоты любуемся фонтаном, и я рассказываю историю создания фонтана и историю от ведука. Еще при папе Урбане в 8-м в 17-м веке была расширена площадь, и джангл Рэм Собернини, без работ которого сейчас невозможно представить Рим, начал работать над новым фонтаном. Но в этот момент, видимо, было не суждено родиться этому фонтану. Строительство было приостановлено, и Бернини начал работать над другим проектом. Уже в 18-м веке папа Кремен XII объявил конкурс на строительство фонтана, в котором приняли участие крупнейшие скульпторы того времени. Конкурс выиграл Никола Сальви. Начались работы над фонтаном. Никола Сальви столкнулся с серьезными трудностями при разработке проекта фонтана. Вода из этих ведуков текла чуть выше уровня земли. Напор воды был очень маленьким. В 17-м веке на Испанской площади Пьетро Бернини и джангл Рэм Собернини, отец и сын, при строительстве фонтана Баркатча столкнулись с той же проблемой, и поэтому они опустили лодочку чуть-чуть ниже уровня земли, чтобы вода поступала в фонтан. Никола Сальви сделал большой акцент на украшении нижней части фонтана, чтобы привлечь внимание зрителя. А сейчас я вам покажу что-то очень интересное. В нескольких шагах от фонтана Треви, на глубине 9 метров ниже уровня дороги, при ремонте кинотеатра был обнаружен целый комплекс зданий. Пока я иду к археологической зоне, немного отвлеклась. Я все-таки очень люблю показывать в своих видео не только главные достопримечательности, но и очень люблю показывать атмосферу города. Вы, наверное, уже заметили это. Так вот, в нескольких шагах от фонтана Треви, на глубине 9 метров ниже уровня дороги, при ремонте кинотеатра был обнаружен целый комплекс зданий. В 1999 году начались археологические раскопки. И уже в 2004 году место, которое представляет собой наглядный пример археологического расслоения, которое находится прямо под нашими ногами, было открыто. Кстати, после осмотра подземных достопримечательностей есть прекрасная зона отдыха, туалет и место, где можно зарядить телефон. Мест для зарядки телефона всем хватит, все предусмотрено. Почему же я так выделила слово «расслоение»? Да потому что во многих книгах Рим сравнивают с Лазаньей. Так вот, это как раз наглядный пример того, что находится под землей и под улицами, по которым мы с вами ходим. Цена билета всего 4 евро. Но если дни ваших римских каникул совпадают с выходными, то билет лучше забронировать. Археологическая зона небольшая, и поэтому, чтобы не было большого скопления людей, поток желающих посетить это место контролирует и регулирует. Это место стало набирать популярность. Вот и мы с туристами сейчас заходим сюда. Здесь сохранились остатки от зданий, которые были построены после пожара 64-го года при Нероне, остатки зданий богатых домусов с мозаикой и мраморными полами и остатки средневековых домов XII и XIII веков. Их очень вкусно. Их reconфильный билет. Их Court. Я очень вкусно. Это место. Продолжение следует... Место, где мы сейчас с вами находимся, можно назвать город воды. Во II веке н.э. в части комплекса зданий было построено большое водохранилище, так называемое цистерна, которое использовалось для хранения воды, поступающей из ближайшего акведука Агриппы. По нему до сих пор течет вода, которая снабжает водой такие фонтаны, как фонтан Треви, Паркача на Испанской площади, фонтан Четырех рек на площади Навона. Агриппа, зять императора Августа, решил построить термы. Для терм необходима была вода. Именно в этот момент был построен акведук, который проходит через весь Рим, и он до сих пор поставляет воду в фонтаны. Вода просачивается сквозь древние стены археологических раскопок и продолжает бежать по свинцовым трубам в резервуары роскошного фонтана Треви. Проходя по подземелью, можно увидеть то, что было найдено при раскопках. Мраморные покрытия, изысканные украшения, фрагменты мраморных статуй, амфоры для транспортировки масла. И это сокровище было найдено здесь. Здесь более чем 800 маленьких монет. Вот так неожиданно рядом с главной достопримечательностью находится Древний Рим. Это просто великолепно. И это место – город воды. Многим туристам помогает понять, что под нашими ногами, под улицами, по которым мы с вами ходим, находится Древний Рим. И как много же еще тайн спрятано под землей. И так далее. Продолжение следует... 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 Вам интересно узнать, что находилось здесь, под площадью Навона в Древнем Риме? Продолжение следует... Так вот, под площадью Навона при археологических раскопках был найден стадион. Стадион был построен в 86-м году н.э. для проведения атлетических соревнований. Это был первый построенный стадион для соревнований по легкой атлетике. До строительства здесь стоят... До строительства здесь стоят в 80-м году н.э. этот район пострадал от сильного пожара, в результате которого сгорело очень много зданий. Домициан решил построить стадион, который по форме напоминал Чирко Массиму. Так появился первый стадион для соревнований по легкой атлетике. Вместимость стадиона была 30 тысяч зрителей. Стадион был построен из квадратных блоков травертины и в некоторых частях из кирпичной кладки. Субтитры создавал DimaTorzok Здания, которые сегодня окружают площадь Навона, были построены на остатках древнего стадиона Домициана. А пространство, которое когда-то занимала арена, осталось свободным. Это сейчас площадь. Трибуны послужили фундаментом для зданий и дворцов XVI и XVII века. Стадион был богато украшен. Все, что было найдено при археологических раскопках, сейчас находится в музеях Рима. Одной из статуй, украшающих стадион, могла быть знаменитая говорящая статуя Пасквино. В средние века к аркам и трибунам стали пристраивать лачуги и дома. И в этот же период была построена небольшая церковь, посвященная святой Агнесе, которая, как считается, приняла мученическую смерть на стадионе. Позже простые лачуги были снесены и построены дворцы, а небольшая церковь, посвященная святой Агнесе, в XVII веке была перестроена барамией. Папа Иннокентий X был тем, кто придумал и изменил внешний вид площади. Он поручил Бернине создать фонтаны. Фонтан четырех рек и фонтан Мавра. На протяжении веков арена стадиона Домициана была рыночной площадью. Здесь находились различные рынки, в том числе и продуктовый рынок, который потом перенесли на Кампо де Фиори. Сегодня остатки от стадиона Домициана находятся в подвалах зданий. Их очень часто можно рассмотреть как с улицы, так и в ресторанах и барах. Кампо де Фиори На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Жду от вас комментарии, лайки и, конечно же, делитесь видео с друзьями. Пусть и они немного прогуляются по Риму. Досмотрите видео до конца. Я оставляю вас наедине с вечным городом. Досмотрите видео до конца. Досмотрите видео до конца. Досмотрите видео до конца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...